И всем привет, ребят! С вами Сэрбак, и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору лучшего дрона, по мнению многих игроков, за последнее время. Сегодня у нас речь пойдет о Дронезащитник, ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, где мы обозреваем дроны, вооружение, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике установите ему личный такт-тактимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо Защитника, то в последнее время, после как раз таки нерфа кризиса, большое количество игроков начало играть именно с этим дроном в матчмейкинге. Честно, меня в моменте даже немножко подбешивают игроки на этом дроне. Ну и сегодня я решил проверить, так ли он нагибает на самом деле. Хочу взять такую ультра-быструю торпедную комбинацию, да, которая работает, например, с ловкачом, и посмотреть, как она работать будет с как раз таки Защитником, с дроном, который мне дает повышенную защиту в 2 раза, если я не ошибаюсь. Да, мы можем быстро сейчас зайти на Википедии, посмотреть, сколько сейчас брони дает у нас дополнительный этот дрон. Где у нас тут эти дроны замечательные? Защитник, Защитник, при фулкачке. Ну да, практически двойную броню у нас дает 90%, что является очень жестким показателем. Ну и давайте проверим, так ли это на самом деле. Запикивает меня на осаду, начатую осаду, да. Немножечко, конечно, не круто, но наша задача посмотреть вообще, насколько жестко я буду жить с Защитником, насколько он будет давать вообще плюса. Все-таки Фриз, например, это та пушка, у которой и так урона вполне себе достаточно. Васпик это корпус, который имеет хорошую скорость, то есть я быстро буду добираться до оппонента. Ну и все, что мне остается, это только лишь дрон, да. Дрон, который даст мне большую возможность жизни. А это как раз-таки Защитничек новый обновленный. Ну и проверим, так ли он на самом деле хорош, так ли он на самом деле имбует на сегодняшний момент времени и нагибает, как говорят многие и как его используют многие. Честно, я скажу, что я на этот дрон никогда в последнее время не делал акцент, не ставил на то, что он нагибает, на то, что он может давать какого-то большого плюса, но как показывает практика и как показывает матчмейкинг, он реально бесячий. Единственная возможность его контрить, это как раз-таки использование пушек с подавлением. И если у Защитников нету иммунки от подавы, то просто вы ему сбиваете эту дополнительную броню. Но если нет, то этот дрон дает возможность как раз-таки дополнительной большой жизни. И вот под игру на легкие танки, вот прямо сейчас даже я вижу, что меня прям очень хорошо спасает этот Защитник. То есть никакой Гаусс не может меня шотнуть, рельса не может шотнуть, мне не может залететь в момент вот именно урон с супер большими какими-то цифрами, потому что двойная дополнительная броня. То есть у вас, грубо говоря, их 4 броня. То есть у вас четверная броня от противника. То есть у вас есть дополнительная еще защита от мин. Дополнительная защита от большого урона, от ваншотного урона. А если вы еще бы сверху бы под это все дело взяли бы, например... Ну, например, спасателя, да? То вы просто представьте, насколько больше бы возможностей у вас еще было по дополнительной жизни. Другой вопрос, надо ли вам столь долгая жизнь, да? Потому что кулдаун-то у вас все равно будет по припасам, да? И вот в моем понимании именно такого защитника лучше всего использовать вот под какого-нибудь, например, Васпика с подрывником там, да? То есть вы можете жестко, агрессивно въехать. Можете где-то пережить большое количество дамага, да? Вот когда вы будете только подъезжать к противнику. Вот как, например, сейчас мне Гаусс накидывал. Да даже мины не чувствуются. Даже мины не чувствуются, просто не чувствуются. То есть у меня есть возможность реально жесткого заезда в оппонента и долгой жизни. Под Васпа фреза, как будто бы... Это, конечно, во-первых, лучший минус, а во-вторых, лучший дрон. Я вот прям сейчас чувствую, что я реально был неправ. Когда говорил, что защитник ни о чем. То, что он, мол, не нагибает. От него нету особо сильно профита. Сейчас вот то, что я вижу, реально мне говорит о том, что в защитнике есть деньги. В защитнике есть смысл. И вот если бы еще противники... А, нет, я думал, что это один и тот же. Прожал два шарика. Я уж подумал, что... Челы просто чисто в нагляк юзают свои оверки. Но дополнительная такая жизнь... Меня даже очень сильно устраивает на Вас по фрезе. Так, главное, чтобы сейчас у нас прокнуло какую-нибудь нормальную хорошую точку под нашу... Команду. А мы попробовали сейчас решить этот... Ситуэйшн в свою пользу. Например, вот эту, да? Давайте быстренько ее подкрутим, пока противник будет только ехать. Я уже смогу ее закрутить, эту точку. За счет быстрой доездки. Ну и за счет защитника есть шанс еще и выжить, если вдруг мне начнут сейчас накидывать большое количество урона. Васп только может здесь прожать. Ого, прожимается. Васпик прожимается. Еще и шафт здесь прожимается. Но его контрят наши тиммейты. Отлично. Контра работает. И точка четвертая захватывается. Ну, шикарно. Да, в очередной раз я выживаю в той ситуации, где я бы не выжил бы, например, на другом любом дроне. Да. 100% я не выжил бы. Потому что, как вы видели, у меня там осталось где-то 500 хп. Да. Защитник мне дает 90% дополнительной брони к броне. Да. То есть, это грубо, ну, где-то, наверное, подсейв от 900 урона. Где-то плюс-минус. От 2к. Даже, может, чуть больше, чем 900. То есть, в целом, выглядит прям очень круто. Выглядит прям... Не то, что даже круто. Неожиданно для меня это выглядит. То, что можно так жестко подсейвиться. Ну, и как говорил один человек по поводу защитника. Если ты устаешь страдать от того, как тебя ваншотают какие-то гауссы. Как тебя ваншотает какой-нибудь там Скорпион. Либо рельса на дальность, либо там Гром на дальность. Ты просто берешь защитника и даже не думаешь о том, что тебе надо взять резист. Да. Ты не думаешь ни о каких резистах. Ты просто берешь дрон, который не дает возможность противнику тебя ваншотнуть. И это реальный факт. Да. Это реальный факт, который я вижу прямо сейчас по этой катке. И вижу, что даже в АСПА защитник держит очень плотно. И это заявочка на то, что защитник на сегодняшний момент времени является, может быть, даже... Ну, если не лучшим, то одним из лучших дронов. На мое удивление. Под легкие танки, под легкие корпуса, я думаю, что точно. Это прям та вещь, которая очень и очень хорошо работает. Пробуем захватить эту точку. Раздают мне еще дополнительную аптеку. Отлично, когда есть тиммейты, которые играют на... Не знаю, как этот дрон называется. Уже забыл. Механик, наверное. Вроде как механик. Вроде как механик. Так, ну и у нас уже 5... Ой, 6 точек. Из... 7. То есть мы имеем возможность сделать досрочку в рамках этого боя. Но это вообще шикарно. Это вообще шикарно. Если мы сейчас здесь еще и досрочку сделаем. Это будет прям супер. Так, пробуем. Пробуем въехать. Здесь противник у нас стоит уже под точкой. У меня есть овердрайв. Могу сыграть агрессивно. Ой, не успел я по древнякам здесь разобрать двоих. И плюс еще не успел им бомбочку накинуть. Так бы можно было бы сейчас эту ситуацию очень хорошо решить в свою пользу. 19 киллов у нас уже есть. Пробуем въезжать и не отдавать точку оппоненту. Так, будем въезжать отсюда. Шарелла. Оп, успел я бомбочку нажать. Еще и хантер успевает въехать. Я нажимаю в двоих бамбу-лербу. Но точку пока что мы не скрутили от слова совсем. Это не есть хорошо. Хотя по времени мы уже практически на 100% выигрываем эту катку. Так, хантер здесь с оверкой. Я пока что не байчусь. Пытаюсь... Блин. Хотел сказать, пытаюсь пожить. Но пожить не удалось. А наши тиммейты скручивают точку. Шикарно. Шикарная скрутка сработала. Ну и теперь есть шанс захватить эту точку после того, как скрутили. Попробуем сразу быстро сделать захват. И закончить досрочно этот бой. Если получится, то будет супер. Пытается здесь страйкер накидывать. Урон. У него есть овердрайв. Я не знаю, зачем он его так долго сейвит. Просто есть ощущение, как будто он сейчас его пересейвит. Мы просто-напросто заберем. И выиграем этот боечек. Так, что-то мне с Гауссу прям супер сильно залетело. Но, смотрите, я без резов играю от Гаусс. Да, без реза от Гаусса. Я все равно выдерживаю эту сводку, которая до этого не являлась возможным даже выдержать. Я просто даже чисто в теории не мог раньше выдержать эту сводку. Сейчас она выдерживается с защитником. Жесть. Жесть. Как же я был неправ насчет защитника. Насколько же все-таки он сильный на сегодняшний момент времени. Насколько жестко можно нагибать. Все-таки на нем. Так, попробуем сейчас въехать в оппонента. Если даже меня здесь сольют, мы все равно законтрим. Так, ну и все. Есть шанс сейчас быстро захватить точку. Если будет сейчас оппонент и кто-то на Хантере влетать, я просто в него въеду. Да, вот так вот в него могу просто въехать. Еще ему урончика добавить. У наших тиммейтов есть шанс захватить сейчас точку. Там сжатие произошло. Ну, я точно видел. Но пытаются выдерживать натиск нашей тиммейты. Нет, все-таки скручивает оппонент точку до нуля. Но нас устраивает это целиком и полностью нас это устраивает за счет того, что мы и так здесь выигрываем. Так, пытаемся набрить через щелку. Через щелочку срабатывает дополнительный хороший урон. Так, ну и теперь можем уже пробовать захватывать эту ластовую точку. 85% овердрайва у меня есть. Хантер здесь с овердрайвом. Вжиматься в упоре против меня не будет. Хотя мог, если честно. Ну и все. У нас все шансы сейчас прямо уже закончить бой. У меня есть еще и бомба на продленку. Есть у Хантера оверка, которую он бы мог тоже нажать. Если что, здесь. Так, я жму на всякий случай такую. Ах, не успевал я нажать. Но в любом случае, перекрыл точку и мы ее благополучно захватили. Что я могу сказать по этому бою? Защитник имба. Просто лютейшая имба. Которая после нерфа кризиса сейчас смотрится очень сильно. 90% дополнительной брони. Это реально супер достойная темка. Это прям супер достойная темка. И после вот такого обзора есть ощущение, что я на защитнике буду играть значительно, значительно больше. Потому что реально эта катка показала, что защитник имеет вес. И имеет довольно большой вес. В рамках сегодняшнего геймплея и баланса. Пишите, что вы думаете по поводу защитника. Как вы относитесь к этому дрону. Считаете ли вы его сильным. Ну и согласны ли вы с моей точки зрения по вот этому бою? Обязательно поддержьте данный видос лайком, если он вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok